Чемпионаты первенства России по спортивной аэробике в Омске собрали рекордное число участников. Больше 1100 человек. Это показатель, что наш экспорт растет и что мы очень соскучились друг по другу и хотим соревноваться. Всем успехов, всем отличных наступлений. Поздравляю с открытием. Сильнейшие спортсмены страны боролись за лидерство в шести дисциплинах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Основной интригой, конечно, стали соревнования в рамках чемпионата, где спортсмены боролись не только за медали, но и за путевки на международные старты. Самая главная задача это сейчас отбор сборной команды на мирную Европу. Очень важное, конечно, мероприятие. Сами представляете, это решается судьба спортсменов. И то, что наше спортсооружение, в котором сейчас проходит это мероприятие, очень понравилось участникам. Это радует. Я, конечно, безумно благодарна всем людям, которые помогли нам это сделать. В первую очередь, конечно, наше любимое министерство спорта, потому что с их подачи у нас появился новый помост. Он просто... Мы его положили буквально за один день до начала соревнований. Причем спортсмены говорят очень хорошего качества. Он получился. Хорошо толкает, хорошо крутит. Приезжие регионы все довольны. Велоцентр – это, конечно, идеальная площадка для проведения таких форумов. Здесь есть много места для разминки, кроме того, что для выступления, раздевалки. Здесь хороший воздух, здесь идеальная температура. И очень такая хорошая, дружная команда работников этого велоцентра, которые нам решают любую проблему по первому требованию. Разумеется, амичи активно поддерживали мастера спорта международного класса Романа Семенова, который уже не первый год удерживает звание лучшего аэробиста России. И он оправдал ожидания болельщиков и наставников, снова став чемпионом страны. Удалось выиграть за счет опыта, можно сказать. Я уже 6 лет в 18+, в этой возрастной категории. Вот, 6 лет становился чемпионом России и в этот раз повторил. Программа в этом году новая, поменялась, составлял сам со своим тренером, с Аленой Юриной Деколенко. Многие сказали, что она достаточно интересная и высоко оценили ее. Самые сложные элементы у нас в спортивной аэробике в целом на бал, и у меня таких элементов 5. На строй боевой в мае будут сборы в Москве, где мы будем полноценно готовиться и уже тогда выезжать на этот старт и стараться победить. В индивидуальных выступлениях среди женщин победу одержала Дарья Тихонова из Санкт-Петербурга. Лидерами среди пар стали новосибирцы Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев. Первый наш старт чемпионат мира был в 2017 году. В 2018 году мы как раз-таки только собрали тогда пару. Мы попали в финал и были, по-моему, четвертые или пятые. Пятые. Но на тот момент это был отличный для нас результат, так как мы были молодой парой относительно. Сейчас, конечно, у нас больше опыта и будем работать еще усерднее. Самая сложная составляющая нашей пары – хореография. Больше всего сил именно на это уходит, потому что плюс-минус у всех сложность одна в этой категории, то есть смешанные пары. И у нас довольно-таки своеобразная музыка русская. Как раз-таки вот Анна Герман, эхо. Вот мы пошли на такой большой риск, но, как видите, это оправданно и все я довольны. Чемпионы страны в трио – столичные спортсмены Духик Джаназян, Гарсиван Джаназян и Илья Остапенко. Сильнейшими среди групп оказались Амичи Ирина Добрягина, Алексей Журавлев, Роман Семенов, Тимура Литовский и Руслан Копеев. Лидерами командного зачета по итогам турнира стали омские аэробисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова